Ну и обзор наших сборников о функциональной грамотности. Пожалуйста, на слайде есть информация и есть возможность их использовать. Но мы говорили о том, как в рамках предметной области решать вот такие задачи. Наши инструкции требуют читательской грамотности. Написано два задания. Значит, два задания. Написано, выпишите из предложения или найдите на карте. Значит, мы, наверное, вначале найдем на карте, а потом будем читать дальнейший текст. Потому что иначе мы, наверное, не успеем выполнить. Ну и инструкции нужно дочитывать до конца. Мне в одном из регионов рассказали очень удивительную такую историю, когда работали российские, вот так скажем, участники и зарубежные. Они читали инструкцию, и российские участники начали все по порядку выполнять. И времени им не хватило. А оказалось, в инструкции последний пункт. Не делайте ничего из того, что сказано выше. И получается так, что выполнили задание успешные те, кто прочитал вначале инструкцию до конца. И они, конечно, очень быстро справились с этим заданием. Но, во всяком случае, есть возможность с ребятами поупражняться. Также есть задачники, из которых вы можете брать фрагменты, во всяком случае приемы, и решать их на своих уроках. Во всяком случае, точно мы знаем, что на решение таких задач, ситуаций, не требуется много времени. Обычно дается 1-2 минуты. Но, может быть, вначале будет 5 минут, но все-таки надо, чтобы укладывались ребята. И еще есть, обратите внимание, такие многофункциональные пособия. Они по разным направлениям. Мы объединили сейчас истовознание и филологию, но все начинается именно с читательской грамотности.